так ну что добрый день всем давайте изучим чего-нибудь новенькое а именно помимо питона и ар которые уже хорошо известны в качестве языков для дата-сайенс есть всякие разные другие языки программирования которые тоже могут использоваться для разных задач в том числе для дата-сайенсовских задач ну и вот сравнительно недавно появившийся и набирающие активно набирающую популярность язык джуля именно в контексте дата-сайенсовских приложений я сегодня предлагаю посмотреть на него в частности не исключено что через 10 лет все будут программировать не на питоне на джуля ну точнее нет история такая недавно читал статью в которой автор сравнивает просто там вопросы языки программирования которые на котором людям нравится писать языки программирования на котором людям приходится писать но при этом это не нравится ну и вот оказывается что те языки которые появились давно на них как правило никому не нравится писать но всем приходится но вполне возможно что это связано просто с тем фактом что ну во первых может быть языки программирования становится лучше а с другой стороны на тех из как программирования, которые есть давно, сейчас есть много написанного кода, и людям приходится этот код поддерживать, а разработчики не любят поддерживать чужой код, они любят писать свой, потому что это проще. В общем, так или иначе, есть какой-то цикл жизни языков программирования. Сначала он интересный, новенький и имеющий кучу каких-то новых фич, но при этом не очень стабильный, потом он становится более стабильным и мейнстримовым, потом его начинают все ненавидеть. Ну вот Джуля где-то в начале всей этой истории. Значит, я предлагаю этот самый Джуля просто скачать и поставить. Значит, я кидал ссылку в Slack, но давайте я на всякий случай кину эту ссылку еще раз. Вот, ее можно просто скачать и поставить как приложение. Ну, если вы по каким-то причинам не хотите его ставить, то можно попробовать найти. Сейчас. Где-то здесь был... В биндере где-то был ноутбук, который очень похож на то, что нам нужно. Только что видел ссылку, а теперь не вижу. Да, видимо можно просто вот так. Сюда зайти. И там у вас через какое-то время, ну, эта штука не мгновенно запускается, это так называемый майбиндер. И я не знаю, не сломаем ли мы его сейчас, если намагаемся, хотя у нас вроде бы не очень много. Ну, в общем, это такой способ сделать запускаемый ноутбук, запускаемый из браузера. Ну, и в частности, он работает с Джуля тоже. Вообще, в слове Юпитер первые две буквы, они относятся именно к Джуля. Поэтому Джуля изначально, изначально Юпитер создавался в качестве среды для взаимодействия с разными языками программирования, в том числе и с Джуля. Вот, но если вы просто запустите, если вы просто скачаете и запустите этот самый исполняемый файл, то вы увидите какую-то такую штуку. Сейчас я покажу. Значит, по идее, должна открыться какая-нибудь консолька. Вот что-нибудь, что-нибудь в таком роде. Это встроенный в Джуля интерфейс, с помощью которого вы можете запускать, ну, это называется REPL. Это, как обычно, такая штука, в которую вы можете вводить команды и сразу получать результат. В принципе, здесь можно делать что-то более веселое. Ну, а в принципе, можно экспериментировать с кодом Джуля с помощью вот этой штуки. Вообще, она много чего умеет, несмотря на то, что она в консоли. Ну, вот, по крайней мере, вроде бы в этой консоли она там даже какие-то картинки умеет показывать. Но, наверное, я лучше все-таки переключусь в ноутбук. А, да, собственно говоря, чтобы иметь возможность переключиться в ноутбук, этот самый ноутбук нужно сначала установить. И давайте я покажу, как это сделать. Для этого уж, по крайней мере, нужно установить, нужно установить Джуля. Ну, не просто установить, а запустить ОТОС и как бы запустить консольную штуку. И дальше нужно сделать, значит, нужно нажать, закрываю еще квадратную скобку. Он переходит вот в такой вот режим, это режим управления пакетами. И теперь тут нужно установить соответствующий пакет. Значит, нужно сделать такую штуку. Собственно говоря, может быть, в этот режим и не нужно перейти. Сейчас, ну-ка, если я хочу, просто... Так, что-то я не помню, как отсюда вернуться. Давайте попробуем. Значит, я перезапустил эту штуку еще раз, потому что я не помню, как вернуться из этого режима управления пакетами. И давайте я попробую набрать квад, который должен, по идее, установить все, что мне нужно. Я, правда, не знаю, установит ли он у вас, потому что я не знаю, где он сейчас будет искать и Юпитер. Но вот у меня вроде бы устанавливает. Сейчас он установит здесь все. Вот он, собственно говоря, просто обновляет список пакетов. Илья, нам тоже две строчки набрать или оставить, пока ничего не делать? Да, тоже можно набрать. Вот using.pkg, а потом pkg.add. Значит, using – это штука, которая позволяет загружать, ну, точнее, не загружать, а включать те или иные пакеты. И вот сейчас я... Так, вроде бы что-то произошло. Давайте посмотрим. Давайте я на всякий случай сохраню для вас, кину в чатик, что мы сделали. И давайте теперь я попробую запустить Юпитер ноутбук. И вот у меня здесь появился в списке доступных охранения. Ноутбук, который я могу создать, появился вот Julia 1.6.1. Видно, что когда-то давно я пытался запускать какие-то другие Julia. Но у меня тут много всякого. Соответственно, я его могу запустить. И открывается знакомый нам ноутбук. Ну, вот сейчас он подключит соответствующее ядро. Давайте чего-нибудь проверим, как оно работает. Ну, да, работает. Даже так, с первой попытки, может быть, не так-то легко увидеть, что это не Python. Потому что операция плюс работает одинаково. Примерно во всех языках программирования. По крайней мере, до тех пор, пока дело касается чисел. Ну, давайте посмотрим, как работает Julia и какие у нас сразу видны отличия с Python. Ну, или там с R. Я время от времени буду делать ссылки про R, потому что его мы тоже в какой-то мере проходили. Значит, как обычно, можно объявлять переменные. Да, значит, некоторые отличия сразу видно, что, несмотря на то, что у меня последней строчкой является присваивание, то есть я присваиваю число 5 переменной y, все равно у меня есть некоторый output. Дело в том, что, в отличие от Python, операция присваивания в R возвращает, сама по себе возвращает значение. И, соответственно, когда вы выполняете ячейку, у вас последнее значение, которое в этой ячейке было посчитано, оно у вас выводится в качестве output. Ну, дальше тут все работает примерно так же, как и обычно, примерно так же, как мы бы ожидали увидеть в любом языке программирования. По крайней мере, в таких обычных императивных языках программирования, который основан на том, что вы пишете, какие команды нужно выполнять. Вот. Ну, давайте посмотрим, как устроены разные операции. Ну, вот, например, давайте я поделю 3 на 2, посмотрим, что получится. Ну, это тоже поведение, характерное для языков типа Python. Так, не появилась в Юпитере соответствующая штука. Сходу, не знаю, надо разбираться. Возможно, надо перезапустить Юпитер, если он у вас был, например, не перезапущен. Или, может быть, еще что-то надо сделать. Теоретически, она должна была найти Юпитер, туда поставить свое ядро, но, может быть, что-то еще нужно сделать. Значит, соответственно, у вас есть две альтернативы, если у вас не появляется соответствующая возможность создавать ноутбуки в Юпитере. Значит, первая альтернатива – это просто пока что работать внутри вот этого самого репла, внутри просто командной строки, внутри консоли. Или второй вариант – это использовать вот ссылочку, которую я вышкидал, сделать в онлайне. Итак, значит, как обычно, какие-нибудь операции типа сложений целых числов возвращают целое число. Операция типа деления возвращает не целое число, а число с плавающей точкой. Значит, тут, правда, сразу есть некоторое отличие между Питоном и Джуля. Дело в том, что в Питоне целые числа могут быть сколь угодно большими, а в Джуля есть некоторые ограничения. Ну вот, на самом деле, можно посмотреть у любого объекта точно так, как в Питоне, есть тип. И, соответственно, вот если я ввожу какое-то число, то я могу посмотреть, какой тип этого объекта с помощью функции typeof. И вот здесь видно, что типом для такого числа является int64. И 64 означает, что это такое целое число, которое занимает 64 бит в памяти. Ну, в частности, это означает, что если вдруг у вас будет какое-нибудь число, которое будет очень большим... Давайте я буду возводить его, допустим, в квадрат. Вот, смотрите, довольно забавная история. Значит, вот есть какая-нибудь операция возведения в квадрат. Значит, в отличие от Питона, возведение в квадрат обозначается крышечкой, что тоже довольно традиционно. Это скорее в Питоне необычно, что возведение в квадрат работает не так. Вот, но вот здесь видно, что произошло. У меня было число, состоящее из кучи девяток. Я его возвел в квадрат и получил внезапно вот такое отрицательное число. Ну, почему так получилось? Дело в том, что, как я уже сказал, целые числа содержат в себе... В данном случае целое число — это целое число, которое содержится в 4 бита в памяти. И в результате того, что я возвел число в квадрат, у меня... Ну, как бы, когда я делал эту операцию, у меня возник перенос в разряд, которого просто у меня нет. Ну, представьте себе, что вы умеете работать только с трехзначными числами, и вас просят прибавить там к 700, прибавить 500. Вы в процессе прибавления получите что-то странное, потому что у вас некуда будет записывать те цифры, которые вы переносите. Здесь произошло то же самое, и мы получили отрицательное число, ну, потому что это... Значит, ну вот, то число, которое, кстати, получилось, это оказалось представлением какого-то отрицательного числа. В питоне тоже такое бывает, если вы используете не питоновские обычные целые числа, а если вы используете numpy, там тоже есть тип типа int64, там тоже вот такую штуку легко заполучить. Вообще в Julia есть и числа с произвольной длиной, это называется begin. Там какую-то библиотеку нужно подключить. Сейчас. А, ну да, собственно говоря, даже не нужно ничего подключать, можно использовать вот такую штуку. Ну вот, пожалуйста, значит, теперь у меня вот это число, если я на него посмотрю, вот если я его просто вывожу, да, оно выглядит точно так же, как вот это. Но на самом деле, если я посмотрю на то, кто оно такое, видно, что это begin. int, это другой тип данных. Вот, и если вы подозреваете, что вам, может, не хватит 64-бит, можете вот воспользоваться готовым типом. Вообще тут несколько таких совсем встроенных типов данных, немножко непривычных. Ну, например, Julia умеет из коробки работать с обыкновенными дробями. Не то, чтобы Python не умел, но в Python нужно все-таки подключать какую-то библиотеку, хоть входящую в стандартную библиотеку. А у Julia есть вот такие вот штуки. Значит, такой двойной чертой обозначается обыкновенная дробь. Вот. Да, еще одна забавная штука. Такое довольно сильное отличие от разных других языков программирования. Я даже не уверен, нравится оно мне или нет. Пока скорее нет. Значит, в Julia есть синтаксис, который позволяет довольно естественным образом записывать какие-нибудь многочлены или еще что-нибудь в этом роде. А именно умножение в некоторых ситуациях можно не писать. То есть вот такая штука эквивалентна вот такой штуке. Вот. Ну, так, конечно, гораздо короче и в какой-то мере опрятнее. Но, честно говоря, в программировании я бы предпочел чуть, так сказать, предпочел бы более явно задавать все операции, потому что здесь сразу возникает много разных хитрых частных случаев, когда непонятно, что написано. Вот. Кстати, еще возвращаясь к вопросу о коротких записях. Значит, вот в Julia есть встроенная поддержка использования разных названий для переменных, которые не являются просто латинскими буквами или сериями латинских букв. Например, вы можете создавать какую-нибудь такую переменную. Значит, вот я написал backslash alpha, а потом нажал табуляцию, и она у меня превратилась в настоящую альфу. И я могу такие переменные здесь использовать. Более того, можно даже сделать что-нибудь вот в таком роде. Сейчас. Вот, например, я сделал... Значит, я сделал... Что я сделал там? Backslash нижнее подчеркивание 1. Потом нажал табуляцию, и у меня теперь альфа с индексом 1. Здесь сделал альфу нижнее подчеркивание 2. Ну, не то чтобы это было бы сильно просто использовать, но зато получается довольно симпатичный код. Если вы пишете какой-то математический код, то, наверное, вам понравится такое. Вот. Ну, хорошо. Значит, это были какие-то истории про числа. Ну, с вещественными числами здесь все точно так же, как в питоне. Ну, окей, не совсем точно так же. Тут есть какая-то довольно странная штука, а именно тут есть... Во-первых, можно делить на ноль. Получается бесконечность. А еще бывает положительный ноль, а бывает отрицательный ноль. А положительный ноль равен отрицательному нолю, как нетрудно догадаться. Ой, нет, это я что-то не то сделал. Это я не то сделал. Значит, видно, что положительный ноль и отрицательный ноль – это одно и то же. Но на самом деле не одно и то же, потому что если вы будете делить двойку на положительный ноль или на отрицательный ноль, то будет получаться разная бесконечность. Плюс бесконечность и минус бесконечность. Но если вы всегда мечтали разделить на ноль, в каком-то языке программирования и не получить сообщение об ошибке или не получить какой-нибудь none, то вот, пожалуйста, здесь такое работает. Можно теоретически поделить 0 на 0, получить просто not a number. Дальше с нанами всегдашняя проблема, что если вы пытаетесь сравнивать none с наном, то вы получаете false, но так просто по стандарту положено, что none не равны наном. И есть другая команда, которая позволяет сравнивать два объекта. Работает она примерно так же, как вот такое сравнение через двойное равно. Называется язык wall, но вот одно из отличий состоит в том, что как раз наны с помощью вот этого сравнения считаются равными наном. Здесь, кажется, какие-то еще отличия. А, бесконечность, она сейчас, нули, оно, видимо, различает. Ну, в общем, здесь еще специальный... О, тут есть еще специальный объект, который называется missing. И с missing, ну, как бы это специальный объект, который нужен для того, чтобы когда у вас в табличке пропущено значение, чтобы его показать, что оно в этом месте пропущено. И всегда с этими missing'ами проблема, что непонятно, как их обрабатывать. Ну, в частности, в Pandas, например, в качестве missing'ов обычно используются как раз наны. И работают они вот с такой вот нановской семантикой, что, например, сравнение всегда дает false. Но здесь, видите, используется такая трехзначная логика, что если вы сравниваете missing' с чем-нибудь, то получается тоже missing. Ну, что, в какой-то мере, разумно. Вот, ну ладно. Давайте что-нибудь повеселее посмотрим. Какие еще бывают типы данных? Как я уже сказал, можно проверять тип какого-то объекта, проверять с помощью type-of. Но вообще система типов здесь устроена довольно хитро. Есть разные способы. Значит, вообще, в Julia довольно хитро устроен с точки зрения работы с типами. Вообще языки программирования, грубо говоря, делятся на те, в которых языки со статической типизацией, где нужно каждой переменной сразу указывать, какого она будет типа. Вот вы завели переменную, и вы сразу указываете, какого типа она будет. Вот эта переменная х, она обязательно целочисленная, и никак иначе. Либо есть языки с динамической типизацией тип питона, когда у переменных типов нет, но зато они есть у объектов, и там одна и та же переменная может сначала быть, иметь один тип, а потом иметь другой тип. И это никого не смущает. В Julia история примерно такая же, но тем не менее Julia использует некоторые элементы. про двойной двойточие, я сейчас скажу. Значит, Julia использует некоторые элементы строгой типизации, в частности, он позволяет время от времени в коде писать, какого типа будет та или иная переменная, и после этого, после того, как эта переменная объявлена в качестве переменной такого-то типа. Так, давайте, вот интересно, если я хочу удалить какую-нибудь переменную, как это сделать. Сейчас посмотрю. Клинер. Клинер. Ладно, давайте я попробую сделать такую вещь. Ну, хорошо, если я сделаю вот так. Нет, так не получается. А, потому что у меня это глобальная переменная. Ладно, это я потом покажу, когда буду про функции говорить. Окей. Значит, на самом деле, двойное двойточие – это такая проверка на то, что вот этот объект или, соответственно, переменная имеет такой-то тип. И вот здесь видно, что вот здесь эта проверка прошла, и у меня результатом выполнения этой проверки является то же значение, которое у меня здесь написано слева. А вот тут эта проверка не прошла, и я получил сообщение об ошибке. Это бывает полезно, но вообще в целом бывает полезно контролировать типы данных, с которыми вы работаете. И Julia в гораздо большей степени опирается на типы данных, чем, например, Python. В частности, тут так реализовано создание методов. У нас в Python бывают всякие объекты, и у них есть методы, которые как-то с этими объектами работают, как-то что-то с ними делают. Вот в Julia немножко по-другому устроена вот эта вот система создания объектов. Там нет как таковых классов, но есть типы и есть методы. И типы определяют, как им… И методы определяют, например, методы определяют, как применять то или иное действие к объектам тех или иных типов, глядя как раз на эти самые типы. На это я чуть попозже покажу, когда буду говорить про функции. Давайте сделаем какой-нибудь более хитро устроенный объект. Например, давайте сделаем какой-нибудь списочек. Квадратные скобки создают штуку, которая называется… Ну, тут есть разные слова для обозначения этой штуки. Они не называются листом. Давайте я его назову век. Мой век. Значит, здесь написано, что это четырехэлементный вектор. И здесь в фигурных скобках написано n64. Значит, в отличие от питона, где списки могут содержать объекты любой природы и могут быть гетерогенными, в джуля… Ну, в общем, и так, и не так. Дело в том, что можно сделать вот такую штуку. И, как видите, тоже получается списочек, который содержит три элемента разных типов. И про него написано, что он вектор any. То есть это вектор. Вектор – это одномерный массив. И он содержит данные любых типов. А вот про эту штуку написано, что это вектор, содержащий целые числа. Например, вот про такую штуку будет написано, что это вектор, содержащий флоты. Значит, если он может привести… Если джуля может привести все эти данные к одному типу, он это делает. Если не может, он делает вот такой вот вектор any. Ну, это, в принципе, очень похоже на поведение numpy. Он примерно точно похожее веще делает. Ну, или pandas, pandas, собственно говоря, тоже. Вот. Давайте посмотрим, что можно делать с этими самыми векторами. Значит, нумерация элементов в джуля с единицы, в отличие от питона. В принципе, индексация элементов похожа на то, что есть в питоне. Ну, или я бы сказал, даже скорее похоже на то, что есть в R, потому что у вас есть… Ну, вот видите, я тоже делаю какие-то срезы. Срезы я делаю с помощью похожего синтаксиса. И, собственно говоря, когда я пишу вот такую штуку, 1.2.3, создается специальный объект. Ну, вот если я посмотрю на то, что это за тип. Ну, вот видно, что это unit range, то есть это некоторый диапазон значений с шагом 1. Но можно сделать что-нибудь более веселое, например. Вот такая штука. Значит, это… Давайте посмотрим, если я хочу взять и вот из такой штуки сделать вектор, что получится. Вот. Ну, вот, в общем, видно. 1.2.10 – это то же самое, что в питоне называлось бы 1.10.2. Это означает, что я иду от единицы до 10 с шагом 2. Получается вот такая штука. Вот. Значит, дальше возвращаемся к… к векторам. Значит, векторы устроены, в принципе, очень похожи на питоновские списки. Они mutable, то есть их можно изменять. Вот я записал на вторую позицию вместо числа 2 числа 100. Как вводится первая штука, которую хочется проверить, когда вы изучаете новый язык программирования и видите в нем какой-нибудь тип данных, типа списка вектора, чего-нибудь такое, массива. Хочется понять, что происходит вот в таком коде. Дело в том, что в питоне и, например, в R этот код будет работать совсем по-разному. В питоне вот это присваивание означает, что мы просто создаем новую ссылку на списочек, который был создан вот здесь. А в R наоборот. В R вот этот список и вот этот список, который будет лежать в otherVec, это будут два разных массива. И, как видно, Julia здесь скорее на стороне питона. В Julia списки и являются изменяемыми, и всякое вот такое присваивание не создает копирование. Значит, если вы хотите честно скопировать, то вам нужно честно написать копию. Тогда ничего не поменяется. Вот. Значит, ну, что еще есть хорошего? Да, массивы бывают не только... Не только... А, да. Вот еще одна веселая история, раз уж мы заговорили про вот это свойство, что один тот же объект может меняться со временем, и это будет все тот же объект, но вот он изменился. Снеддальше сразу возникает вопрос, что происходит с функциями, когда вы передаете объект какой-то функции. Может ли так статься, что функция этот объект поменяет? Ну, вот, оказывается, да. И здесь, опять же, это похоже на питон и не похоже на арт. Например, вот, допустим, у меня был какой-нибудь вектор. И, допустим, я хочу его отсортировать. У меня есть два варианта. Я могу либо написать вот так. Значит, вот я просто написал sort. Это встроенная функция, которая сортирует. Ну, в данном случае отсортировала вектор, получила такой же вектор. И при этом содержимое моего вектора, myVec, не поменялось. И это похоже на питоновскую функцию sorted. Если я хочу отсортировать вектор, как говорится, inPlace, то есть не создавать новую копию этого объекта, а поменять прямо внутри, переставить элементы, тогда мне нужно написать вот так. И теперь, если посмотреть на myVec, видно, что он изменился. Значит, это не часть языка, это некоторое соглашение, конвенция, что если у вас функция меняет свои аргументы, то ее имя должно заканчиваться высказательным знаком. Вот. Ну, хорошо. Давайте, да, еще одну штуку хотел показать. Значит, бывают… Значит, вот у нас бывают всякие такие списки, а бывает такая штука. Сейчас смертельный номер я пытаюсь создать. Нет. А если так? Нет. Что-то ей не нравится, если так. О, смотрите, посмотрите, попытки получились. Значит, в Julia есть… Ну, как бы в Julia есть, на самом деле, многомерные векторы. Ну, в частности, если бы я пробовал сделать вот так, то у меня получилось бы что-то не то. Значит, вот эта вот штука – это матрица, то есть просто табличка, прямоугольная табличка. Но заметим, что это не то же самое, что список списков, не то же самое, что вектор векторов. Хотя, в принципе, вектор векторов тоже можно создать. Значит, ну, вот это вот отдельная структура. Значит, можно получать от нее элементы. Ну, как видите, она здесь записана просто по… Ну, вот это вот я иду просто по столбцам. Первый, второй, третий и так далее. Ну, вот так я могу получить столбец или что там, эта строчка, а вот так, наоборот, столбец. Это все, опять же, ужасно похоже на Python. Ну, а Python в свою очередь… Ну, точнее, не на Python, а на NumPy. А NumPy в свою очередь похож на какой-нибудь MATLAB. Вот. Да, надо сказать, что теоретически можно создать список списков. В этом тоже нет никакой проблемы. Берете и создаете. Собственно говоря, вот здесь видно, опять же, в типе этого объекта сразу записывается, что это за объект такой. В данном случае видно, что это вектор, элементами которого являются векторы, элементами которых являются int. вот, и видно, что это не тот же самый объект, что и матрица. Собственно говоря, как это можно увидеть. Ну, вот, например, вот такая операция тут уже не сработает, точнее, сработает не так, как ожидалось. Ну, в общем, это примерно то, что... Вот, скорее, вот такое поведение, скорее, это примерно то, чего я жду от вектора векторов. Я попросил выдать первый вектор, он мне выдал вот такую штуку. Но видно, что это не то же самое поведение, которое демонстрирует матрица. Матрица понимает, что у нее есть строчки, столбцы и все такое прочее. Вот. Да. Еще одна забавная история. Значит, давайте я сделаю какой-нибудь вектор. Чей-то он удвоился-то. А матрица тоже мне удвоится, интересно. Да. Ну, хорошо, если я в квадратовую заведу. Во. Смотрите. Значит, дело в том, что... Вот у меня есть вектор, но этот вектор состоит из целых чисел. Допустим, я каждое число хочу возвести в квадрат. Вот если я просто пишу мой вектор и ставлю крышечку и пишу число 2, то ничего не работает. Ну, в общем, неудивительно, но удивительно другое, что можно легко сделать так, чтобы заработало. Нужно поставить перед операцией поставить точечку, и тогда операция автоматически векторизуется. То есть она начинает применяться поэлементам. Причем это распространяется на всякой разной операции. Вот так вот работает. Ну, видите, умножение работает и без этой точечки, но и с точечкой тоже, небось, сработает. Ну, хорошо, если я попробую матрицу возвести в квадрат. О, матрицу она вот эту не захотела возводить в квадрат, потому что матрица-то у нас не квадратная. Давайте мы сделаем квадратную матрицу. Да, потому что надо писать 1, 2, 1, 2. Вот, а квадратная матрица возвелась. Кстати, я забыл сказать про векторы всякие. Если помните, в питоне есть там соглашение о том, что если вы хотите выбирать элементы с конца, то нужно использовать отрицательные индексы. Тут такая штука не работает, но все равно, если вы хотите перебирать элементы с конца, то это всегда можно сделать. Для этого нужно использовать слово end. Соответственно, можно вот так вот. Здесь есть специальное слово begin и end, которые позволяют указывать на начало и конец массива. Вот. Хотя еще они используются для других вещей. Ну ладно. Так, давайте поговорим немножко про какие-нибудь стандартные управляющие конструкции. Да, я совсем забыл. Надо же ведь было сделать вот такую штуку. Кто же начинает изучать новый язык программирования, не написав hello world. Значит, обратите внимание, что вместо print я пишу println. Разница между println и print в том, что он ставит перенос строки автоматически. Ну, это можно много кого вспомнить. Паскаля кого-нибудь. Там тоже, да, там, кажется, эта штука называлась writeln. Ну, вообще, после того, как вы узнаете там хотя бы 3-4 языка программирования, вам уже все кажется, что все на все похоже. Потому что понятно, что стандартные элементы переходят из языка в язык. Да, но вот это я, конечно, это я, конечно, по-питоновски написал. Дело в том, что в Julia нужно явно писать, когда у вас блок закончился. Значит, первая часть выглядит, вот эта часть выглядит вполне по-питоновски, но вот чтобы показать, что закончился блок, недостаточно убрать отступ. Нужно явно написать end. Вот. Ну, кстати. Если вам нравится всякий математический символ, вы можете вместо in писать значок принадлежности, но еще можно написать вот так, и тоже будет работать. Тут есть некоторые, на самом деле, тонкости, некоторые разницы между Python и Julia, например. Здесь говорит, что еще не нужно, а здесь нужно. Так, это я по-питоновски написал. Вот. Смотрите. Тут есть разница с разницами. Вот в Питоне вот такой код прекрасным образом бы сработал бы, а в Julia нет. Дело в том, что вот здесь вот эта переменная square, она как бы локальная внутри вот этого for. она вот отсюда, ее не видно. То есть то, что в Питоне... Ну, в Питоне, грубо говоря, вот то, что называется local scope, локальная область видимости, создается только функциями и классами. А в Julia, например, вот такой вот цикл тоже создает локальную область видимости, и, соответственно, те переменные, которые определены... Ну, кстати, а i он мне напечатает или нет? И имя, кстати, тоже не напечатал. Ну, хорошо, если я сделал бы вот так. Да, как видите, он каким был, и таким и остался. Ну, хорошо, если я сделаю вот так. Тут есть такой макрос, кажется, ну вот так пишется. Это не так. Ну, и вот. Шоу может быть. Значит, если вы хотите напечатать имя переменной и ее значения, нужно сделать вот такую штуку. Ampersand show. Это не функция, а это специальная штука, которая называется макросом. Ну, в общем, это просто, чтобы не писать, print square равняется square. Ну, в общем, здесь видно, что она работает немножко необычно. У меня переменная i вообще не поменялась в процессе вот этого выполнения этого for. А зато переменная square, вот эта, оказалась равна своему последнему значению внутри этого цикла. А вот если бы я ее изначально бы не определил бы, то я получил бы сообщение об ошибке. А, нет, уже нет. Уже нет, потому что я ее уже когда-то раньше определил. Интересно, если бы так сделать. Ладно, не знаю, как удалить переменную. Вот. Так, ну, хорошо. Значит, цикл for выглядит, в общем-то, достаточно привычно. Ну, давай я тебе какую-нибудь задачку решу. Спасибо. Ну вот какая-то вариация на тему таблицы умножения. В общем, выглядит вполне естественно для любого языка программирования. Да, раз уж я сказал про циклы, давайте я сразу покажу списковые включения. Это все тут тоже есть. Вот, пожалуйста, я сделал квадрат от чисел от 1 до 10. Тоже похоже на питон. Вот, давайте я в связи с этим покажу одну штуку. Чем хорош тот факт, что Джуля в каждый момент времени знает или, по крайней мере, старается знать типы данных тех объектов, с которыми она работает. Ну вот давайте представим себе, что у меня есть… Давайте я сделал какой-нибудь большой вектор. Миллион. И давайте я присоединю еще к этому вектору. Да, значит, есть способ сконкатинировать два списка. Их там можно по-разному конкатинировать. Вот так получилась матрица. Если я хочу их сконкатинировать по горизонтали, то что мне нужно написать? А, вот так мне нужно написать точку с запятой. Значит, смотрите, вот таким вот образом я записал не список списков, а я просто сконкатинировал список 1, 2 и список 3, 4. Сейчас вот, Саша, чтобы совсем было видно, что я это конкатинирую таким образом. И давайте мы сделаем такую штуку. Смотрите, у меня есть списочек. Точнее, не списочек, а вектор. Давайте я к нему приконкатинирую еще элемент 101. И давайте я теперь возведу все это дело в квадрат. Давайте я посчитаю, сколько времени у меня на это уходит. Это как-то не так это нужно делать. Так, давайте-ка я увеличу этот. 0,7 секунд. Ну, хорошо, давайте еще раз в 5 увеличу. Ладно, может, это перебор был. 16 секунд. Ладно, давайте оставим пока, сколько у меня есть получилось. 100 миллионов элементов. Смотрите, значит, я сейчас хочу сделать вот что. Я сейчас хочу сравнить скорость работы при условии, что у меня все элементы однородные, что, например, это у меня вектор интов. И в аналогичная ситуация, значит, примите какую-нибудь аналогичную операцию, но только теперь сделать так, чтобы получившийся вектор был не вектором интов, а вектором чего-нибудь другого. А, кстати, может быть, можно его явно сказать. Ну-ка, дайте посмотрим. Давайте я еще раз это выполню. Может быть, он, конечно, мне не поверит, что это вектор any. Ну, может быть, и поверит. Даже создается долго. Ну, хорошо, давайте я теперь попробую выполнить ту же самую команду, только с новым вектором. Ну, короче говоря, собственно, смотрите, значит, абсолютно та же самая задача. Абсолютно та же самая операция, абсолютно тот же самый вектор. Но только теперь я явно объявил, что это вектор произвольных значений, а не вектор интов. И, как видите, потерял в производительности. Теперь у меня эта операция занимает 25 секунд, а раньше занимала 1,3 секунды. В общем, видно, что знание того, какого типа данных лежат в векторе, оно очень сильно помогает оптимизировать выполнение. И поэтому это, ну, как будто такая фишка Julia, что она старается отслеживать, какого типа данных, где лежат. Роднит его с языками со строгой типизацией, типа Java или C, C++. Так, ну, хорошо, что бы еще такое показать? Ну, давайте посмотрим на функции. Это, на самом деле, самое интересное. Ну, наверное, не самое интересное, но одна из вещей, которые сильно отличают Julia от, допустим, Питона, хотя в какой-то мере роднятся R, это то, как здесь организованы методы. Но давайте представим себе, что я хочу написать какую-нибудь функцию. Ну, самая простая функция какая-нибудь вот такая. Ну, хорошо, может быть, не самая простая. Но нормальная такая функция. Давайте мы как-нибудь эту функцию обзовем. Здесь, видимо, должно быть специальное сообщение об ошибке, чтобы, что там должно быть написано, вам тут не питон. Вот. Значит, вот у меня завелась функция. Значит, заметьте, что я могу не писать return, потому что последнее вычисленное выражение автоматически считается выражением, которое функция возвращает. Но, в принципе, мог бы написать return, хуже бы не было. То же самое. В целом тут работа с функциями устроена похожим образом. Так что тут я все время двоеточие остановлю поставить. Допустим, fx больше y. Честно, здесь lf пишется на этом языке. else if. Те, он зовут центра. нажать and хорошо да сделано так вроде работает до проверка условий тоже устроена примерно так как обычно мы ко всему привыкли вот теперь интересные вещи интересные вещи вот какие давайте представим себе что у меня есть вот такая вот функция но она мне сейчас работает с теми объектами которые можно сравнивать в принципе она будет работать и с строчками и строчки она будет сравнивать в лексико графическом порядке да у нас строчка а будет меньше строчки b строчка будет больше такой вот строчки но давайте представим себе что я бы хотел бы написать функцию cmp которая бы со строчками вела себя не так как с числами и у нас есть простой способ это сделать мы просто можем писать другую функцию cmp так которая будет вызываться в том случае, если оба аргумента являются строками. Собственно говоря, здесь, кстати, видно, что происходит, если я пытаюсь сделать что-нибудь, например, сравнить что-нибудь несравнимое. Собственно говоря, видите, он говорит, что у него нет подходящего метода для того, чтобы обработать вот именно такой набор аргументов. То есть на самом деле для него вот эта операция сравнения – это тоже такая функция, которая где-то написана. И про эту функцию тоже написано, с какими аргументами она работает. И дальше написано, что нет функции, нет конкретной реализации этой функции для вот такого набора аргументов. Ну и, соответственно, здесь происходит то же самое. То есть видите, у меня есть функция общая, которая просто работает с чем угодно, и она определена вот тут у меня сейчас. Здесь я про х и про у не говорю ничего, ничего про их типы. Но если у меня есть более специализированная функция, вот такая, например, то вызывается именно она. И на самом деле дальше можно делать какие-нибудь странные штуки. Ну вот представьте себе, что я… Дело в том, что я могу описывать таким образом один из аргументов. Вот, например, я говорю, что у меня есть функция foo, которая принимает два аргумента – x. и обязательно, допустим, целый y. Ой, не write-on. Это я уже на паскалевском заговорил. Print-on. У меня есть та же самая функция с тем же самым именем, которая принимает… По-прежнему два аргумента и работает вот так. Давайте посмотрим. Значит, вот, пожалуйста, я передал 3 и 2 вещественное число, и мне сказали, что x является целым. Это правда. То есть запустилась вот эта функция. Дальше. Можно сделать вот так. Запустится вот эта функция. А теперь вопрос. А что, если я сделаю вот так? Значит, какая из этих двух функций будет выбрана? Ответа никакая. Потому что у нас есть неоднозначность. Поскольку у нас и x, и y оказался целым, обе этих функции могут обработать вот такие аргументы, и при этом ни одна из них не является более специализированной, чем другая. То есть просто того факта, что две функции могут обработать один тоже набор аргументов, недостаточно, чтобы вызвать вот такую вот неоднозначность. Потому что вот в этой истории с функцией cmp у нас тоже была функция cmp, которая обрабатывала вообще все, что угодно. И поэтому, когда мы ей скормили две строчки, в принципе, теоретически она могла бы тоже сказать, что она не понимает, что вызвать. Но в данном случае она понимает, потому что есть специализированная функция, которая работает именно с аргументами именно таких типов. Вот здесь непонятно, какая функция более специализированная, какая менее. Вот. Да. Значит, тут сразу возникает вопрос. Ну вот хорошо, допустим, я хочу описать какую-нибудь функцию типа сложения. Ну, понятно, что сложение действует... Окей, допустим, что я хочу, чтобы у меня сложение действовало для чисел одним образом, а для сточек другим образом. В чем проблема? Теоретически я могу писать какой-нибудь вот такой вот код. Да, значит, какой-нибудь... Забыл закрыть. Ну, давайте сделаем вот так, например. Значит, на самом деле звездочка для строчек здесь выполняет функцию конкатенации вместо плюсика, как в питоне. Поэтому функция myPlus для целых чисел будет работать как обычное сложение, а для строчка она будет работать сейчас как конкатенация. В чем проблема с таким подходом? Видите ли вы какую-нибудь проблему с такой реализацией? Ну, не то чтобы это была прям проблема-проблема, но вот, например, как вы думаете, что получится в результате выполнения вот такого кода? Что произойдет? Ну, склеится и получится 2, ну, дробь получится, наверное, 2,3. Дробь. Нет, смотрите, значит, я передаю сейчас функции myPlus два аргумента. Два точка и три точка – это кто такие? То же самое, что 2.0 и 3.0. Вопрос. Какая из функций будет выполнена? Ну, никакая будет ошибка. Никакая. Логично, потому что я не создал функцию, которая обрабатывала бы флоаты. Я создал только функцию, которая обрабатывает int, причем вполне конкретные int, 64-битные int. Понятно, что теоретически я могу написать, скопипастить эту функцию, написать, что если x флот и y тоже флот, то тоже выдать x плюс y. А еще если x int, а y флот, то тоже выдать x плюс y и так далее. Но это замучиться можно. Ну, вот, чтобы такого не писать, в Julia есть типы данных, которые… Ну, вот есть конкретные типы данных, например, int, или int, 64, или флот, 64. А есть, так называемые, абстрактные типы данных. Например, есть абстрактный тип данных под названием число. Так он, по-моему, называется number. И конкретные типы данных, типа int, 64, являются, ну, как бы, они являются подтипами типа данных number. То есть мы говорим, что бывают числа разной природы, они могут по-разному себя вести, но они все числа. И можно использовать вот эти абстрактные типы данных в описании функций. Можно сделать вот так. И теперь my плюс чудесным образом будет работать и с целыми числами, и с вещественными, и с какими-нибудь их комбинациями, со всеми этими штуками он будет продолжать работать, при этом сохранив тот же самый функционал при работе со строчками, какой и был. Ну, и в целом, идея Julia состоит в том, чтобы… Ну, одна из идей состоит в том, что с помощью вот такого подхода, когда вы создаете функции, которые работают с какими-то типами данных, просто вот так их описываем, называется multiple dispatch, вы можете сделать достаточно, ну, как бы, достаточно хорошую архитектуру. И я, честно говоря, у меня нет никакого мнения на эту тему, и я очень мало писал в таком стиле. Когда-то, когда-то давно я писал на C++, но это было давно неправда. Там, в принципе, используется похожий подход, но по другим причинам. Там это связано с тем, что этот компилируемый язык там по-другому не сделаешь. Там вам в тот момент, когда вы компилируете код, то есть преобразуете его в машинные коды, вам вот никак по-другому вы не сделаете. Вам нужно знать, какого типа у вас данные. Здесь это не необходимость, а некоторая такая штука, которая, как оказывается, позволяет делать довольно приятную архитектуру. Вот. Ну, в частности, в Julia нет понятия... Есть понятие метод, но означает оно не то, что оно означает в питоне, когда у нас был объект какого-то класса, и у этого объекта были методы. И мы писали, типа, там список, точка append, и там что-нибудь. Это означало, что мы вызвали метод, который относится вот к конкретной функции, к конкретному объекту. Здесь вместо этого создаются вот такие вот функции, но они могут по-разному работать для объектов разных типов. Вот. Значит, чего вам еще рассказать про Julia в оставшиеся у меня 3 минуты. Наверное, нужно сказать пару слов о том, зачем все это нужно. Чем Julia лучше, чем какое-нибудь другое запрограммирование. Но на самом деле самое главное – это то, что здесь можно смело писать циклы. Вот в питоне, когда вы пишете большой цикл, мы проверяли, он начинает довольно медленно работать, потому что питон медленный. Julia, благодаря тому, что он довольно хитро написан, и вот благодаря вот этому контролю за типами, в Julia прекрасным образом работают. Тут есть встроенная векторизация, но можно не совсем сильно с этой векторизацией не заморачиваться, потому что вы всегда можете написать виток вложенных циклов, и они будут работать быстро. Ну, что значит быстро, все относительно. Всегда можно написать виток циклов, которые будут работать медленно. Но, по крайней мере, они будут работать быстрее, в десятки раз быстрее, чем аналогичный код на питоне, если вы попытаетесь аналогичный код написать в виде циклов. В частности, например, в питоне отчасти это обошли тем, что создали NumPy, в котором все циклы фактически вынесены из питона, вынесены в C, ведь они работают быстро. Но это приводит к тому, что если у вас есть вычислительная задача, которая не решается с помощью NumPy, и с помощью, как у вас есть какой-то цикл, который вы не можете викторизовать, превратить в какую-то операцию с NumPy-вскими массивами, то вы не можете быстро работать в питоне. В частности, например, решение дифференциального уравнения в питоне работает довольно медленно, ну вот, потому что он так устроен. А в JLA работает быстро. Ну, хорошо, что-то я вам рассказал. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, давайте попробуем продолжить. Поговорим про какие-то более специализированные вещи для работы с данными. Может быть, еще что-нибудь веселенькое покажу. Спасибо. Хорошо, ну что, все тогда на сегодня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...